а а вы видите? и они за мной летят просто тупо летят за мной я не знаю, они могут быть очень ядовиты моё лицо капец Всем привет, друзья! Меня зовут Женя Панасюк и это мой очередной выпуск про выживание на необитаемом острове. Ну что, сегодня опять подводная охота и в моих руках моя самодельная гавайка. Есть первое попадение, но рыба не осталась на моей остроге и ушла в сторону. Поскольку ранение было очень сильным, я знал, что далеко она уплыть уже не смогла. Мне нужно ее найти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Изучив локацию в том направлении, куда уплыла рыба, я наконец-то ее обнаружил под одним из камней. Вторым выстрелом я ее добил и она оказалась с другой стороны камня. Она уже была мертва, поэтому я просто ее забрал. Совсем небольшая, но для меня очень важная добыча. Это источник протеина и моей энергии на день. Я понимал, что у этой маленькой рыбы мне будет недостаточно и нужно охотиться дальше. Перед собой я замечаю достаточно крупную рыбу, набираю воздуха и ныряю за ней. Но в самый ответственный момент моя гавайка выходит из строя, а именно, шнур вырвался с резинки. Также во время одного из промахов я попал в риф и отбил частичку наконечника моей гавайки. Теперь моя гавайка нуждается в ремонте. Но я решил еще немного понырять, но уже без гавайки, чтобы более подробно изучить подводный мир в этой локации. И перед собой я замечаю очень красивую, но смертельно опасную рыбу, которая называется Lionfish. Еще немного проплыв, я встречаю еще две львиные скорпены. Но, как я понял, это самец и самка. Они держались рядом. Но одна рыба была ярко-оранжевая, а вторая была более темного раскраса с желтыми пятнами. Друзья, давайте, если это видео наберет тысячу лайков, я обязательно поймаю эту рыбу и попробую приготовить ее на костре. Также по пути я встретил опять этот морской кабачок. Я так понимаю, это морской огурец, просто они здесь реально очень больших размеров. А этот просто рекордсмен. Это самый большой морской огурец, который я встречал в этих водах. Ну и в принципе вообще в своей жизни. Очень похож на нашу пьявку, только в сто раз больше. Когда во время выживания на необитаемом острове в Камбодже я готовил морской огурец, на вкус он был просто соленой резиной. А какой может быть на вкус этот, мне кажется, что очень скоро я тоже узнаю. А вот во время плавания мне в камеру попадает просто феноменальный момент. Давайте еще раз посмотрим, что произошло. Мурена выскакивает и хватает небольшую рыбу. И как змея утягивает к себе в нору. Во время отлива рыба ближе подошла к берегу. Это очень хорошо для меня, поэтому нужно максимально быстро восстановить свою гавайку и возвращаться к охоте. А пока нужно приготовить ту рыбу, которую я только что поймал. Провожу операцию спасения вот этого крабика-отшельника, который гуляет почему-то без панциря. А это для них опасно. Поэтому дам я вот этот маленький дом для него. Пусть пока что прячется в него. Потому что если будут птички летать, сразу съедят его. А здесь он пока что временно сможет прятаться, пока не найдет себе что-то более подходящее. Да, отлив, конечно, сильный. Очень сильно локация меняется в зависимости от отлива и прилива. Иногда берег просто не узнать. Во-первых, океан течением и приливом выбрасывает просто горы мусора. А во-вторых, когда отлив, подводный мир тоже очень меняется. Когда воды много, возле берега очень мало рыбы. Но когда отлив, как вы видели, для подводной охоты это просто идеально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В первую очередь, нужно почистить мою уже присохшую рыбу, мою добычу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, небольшая. Под водой она кажется в два раза больше. Но что есть, то есть. Тоже уже неплохой. Перекус будет мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, у нас же есть рыба. Рыбочищилка. Давайте проверим. Честно сказать, я не верю в эту штуку совсем. Ну, чистит так же, как и нож. На мой взгляд. Единственное, что рыба, конечно, присохла. Поэтому судить не сильно правильно в этот момент, потому что чистится любая рыба, сухая плохо, любым инструментом. Ну, чистит. Интересно. Нормально, чистит. Обязательно попробую эту штуку, когда рыба будет посвежее, чтобы понять, насколько она эффективнее, чем нож. Ну, вроде бы, более-менее. Пошли, по-моему, нашу рыбу. Ну, что, пошли, по-моему, нашу рыбу. Положим ее на костер, пусть пока готовится. И не будем терять времени зря, сделаем что-то полезное. А я думаю, судя по тому, что у нас много выброшенного на берег бамбука, нужно соорудить себе кровать или шезлонг. Пошли, по-моему, нашу рыбу. Вот здесь после дождя, во-первых, эти листья лучше всего закрывались от дождя, во-вторых, они висят и продуваются ветром. То есть, скорее всего, они достаточно сухие, и я их смогу использовать в своем костре, потому что много-много очень сырого дерева. А это для меня большая проблема. Нужно осторожно брать эту трабу. Вся она очень колючая. Вы видели? Вся она очень колючая. Напали осы. Одна укусила руку, вторая в губу. Это очень опасно. Надеюсь, у меня не будет никакой аллергии. Это очень опасно. Вот зараза. Вы видите? Это осы. И они за мной летят. Просто тупо летят за мной. Вот это я попал. Твою... Это капец какой-то. Я трижды ногой задавил эту штуку, она улетела все равно. Это жесть какая-то. Мне срочно нужно отсюда восваливать. Это капец. Ах! Блин! Капец! Как же больно! Ах! Вот это развел костер! Жесть! Зараза! Твою мать! Друзья, приготовил я рыбу. Напали на меня шершни или осы, но на нашу осу оно совсем не похоже. Укусил губу, распухло. Едва укусило в руку. Я понимал, что если эти укусы могут быть очень ядовитые или вызовут аллергическую реакцию, то лицо начнет опухать, а дыхательные пути могут перекрыться и у меня будут большие проблемы. Я не знаю, они могут быть очень ядовиты и это может реально быть опасностью для моей жизни, поэтому вот такие вот дела. Черт! Ах! Очень сильно распухает быстро губа, посмотрите на мою губу. Это капец, это не шутки. Блин, это капец, просто капец, вот это я попал. Мне срочно нужна эвакуация, это совсем не шутки. Смотрите, смотрите на мое лицо. Главное, чтобы дыхательные пути не распухли, потому что могут быть большие проблемы. Единственным вариантом у меня осталось перебраться обратно через скалу и срочно возвращаться к пещере, где у меня осталась небольшая аптечка после укуса ядовитого паука. Я не знал, насколько опасны эти укусы. Оставалось только двигаться вперед. Капец! Вот это вам шуточки. Нужно спешить. Это жесть. Я не знаю, я стараюсь бежать, но я боюсь, что оно быстрее разгоняет по крови эту всю гадость. Мне еще подниматься на ту сторону очень сложно. Болит ужасно. Вот это да! Мне нужно не терять времени, не дай бог. Погнал дальше. От того, что резко начал подниматься вверх, закружилась голова. Я надеюсь, это не последствия укуса. Очень сложно подниматься и очень высоко. Вот это да! Такие дела, друзья. Капец. Нужно отдышаться. Я не могу дальше подниматься. Очень высоко, очень жарко. Еще адреналин. Когда спешишь, кровь разгоняется. Я знаю, это делать нельзя. Когда укус ядовитый. Чем быстрее ты движешься, тем быстрее кровь движется в твоем теле. Соответственно, яд распространяется. Но у меня нет выбора. Мне некого ждать здесь. Нужно просто идти. Пошли. А теперь давайте подробнее посмотрим, что же на самом деле произошло. Что я сделал и что мне нужно было делать в этой ситуации. Итак, я подхожу к этим кустам. И я прекрасно понимаю, что во время влажной погоды этот угол сухой. И там могут прятаться разные ползучие гады. Поэтому я с осторожностью подошел к этому месту. И вот эту вот траву на полу поднимал очень медленно и внимательно. Чтобы не встретить там какую-то змею, скалопендру или скорпиона. Также я обратил внимание на отверстия в песке. То есть это были чьи-то норы. На них я тоже обратил свое внимание. Но то, что опасность может ожидать меня сверху, я совсем не подумал и к этому не был готов. Я показываю, что трава достаточно сухая. И я ее могу использовать для разведения своего костра. Достаю свой нож и начинаю срезать траву. Как только я начал сжимать в руке эту траву, со стороны начинают вылетать эти существа. То ли осы, то ли шершни, я точно так и не понял. Но пусть будет это шершень, а вы меня в комментах поправьте. И один из них садится сразу же мне на рукав. И буквально через секунду понеслась. Первый укусил меня в пальцы. И один сразу же стремительно направляется мне в рот. Кто знает, то именно осы и пчелы во время атаки инстинктивно ищут отверстие и залетают туда. То есть или в рукав, или куда-то за шиворот. Но в данном случае он хотел залететь мне в рот. И я его вовремя закрыл. И получаю второй укус прямо в губу. Еще не успев понять всю серьезность ситуации, я начинаю убегать. Не замечая того, что я убегаю вместе с одним шершнем у меня на рукаве. Насколько я знаю и со своего опыта ранее, во время нападения ос или пчел нужно бежать к воде. Бежать и не оглядываться, потому что они провожают вас и следят за вами. Но мне показалось, что я отбежал на достаточно безопасную дистанцию. Ну и опять же, я ошибался. Я начал рассматривать свой ущерб и вернулся забрать свой телефон. Одна укусила руку, вторая в губу. Посмотрел на свое лицо, посмотрел на свою губу. И в этот момент с моего рукава шершень взлетает возле моей головы. Внимательно изучает меня, набирает разгон и атакует в лицо. Я вовремя отмахнулся и сбил его в сторону. Начиная убегать, я обращаю внимание, что на экране моего телефона сидит еще один шершень. В этот раз я понял, что нужно дистанцию брать больше и бежать к воде. Добежал к воде, я понимаю, что нырять я не могу по той простой причине, что в моей руке телефон. Поэтому я просто захожу поглубже в воду. И на всякий случай ухожу максимально далеко, чтобы разорвать дистанцию. Не знаю почему, но я пошел в правую сторону и тем самым загнал сам себя в тупик. Наверное, мои инстинкты выживания отсутствовали в этот момент. Когда я отошел на максимально возможную и максимально дальнюю дистанцию, я присел и решил немного отдышаться, проанализировать весь ущерб и что сейчас произошло. Я не знал, насколько опасен этот укус, но я сразу же понимал, что если у организма будет аллергия, то мои дыхательные пути могут быть перекрыты и это очень опасно для моей жизни. Именно поэтому я все чаще и чаще обращал внимание на свое лицо и как оно меняется после укуса. Казалось бы, я уже в безопасности, но в этот момент я получаю очередной укус в руку. Сразу же сбиваю шершня на песок и со всей силы топчу его ногой. Первое попадение. И на минуточку меня 80 килограмм. После чего шершень взлетает и начинает улетать. Второе и третье попадение. И он все равно начинает улетать. И здесь со всей силы я наверняка делаю четвертое попадение. После чего он все равно взлетает. Это какой-то шершень терминатор просто. Я правда был шокер. Я со всей силы четыре раза его затоптал в песок. И ему все равно он просто улетел. Теперь у меня единственная миссия. Как можно быстрее добраться к пещере и использовать аптечку. Рøй, это все равно. А вот что такое. Рэй, это все равно. Пока-пока. Поехали. Ветхали. Все равно планы на поле. Изв android. Продолжение следует...